Так, Елена Александровна, наверное, это лучший питомник России. Почему? Он единственный, который зимует на морозе, включая персики. Раз. Вот. Уже успела разглядеть, да? Раз. Два. Три. Четыре. Пять. Вот. Ага. Одни самые. Я бы на месте Сергея по 10 тысячи продавал. Ну, слава завоюет самого дорогого, а не самого лучшего. Ладно, все, про цены не будем. Итак, что мы видим? Куда-нибудь везите, а не в ноги. Хорошо. Итак, что мы видим? Допустим, вас ждет карьера ведущей лучшего телеканала России, федерального. Вот. Вы сразу научите, я не успел, сразу научите миллионы людей, как правильно садить деревья, вырасти деревья и прочее, и прочее. И самое главное, улучшить. Потому что это по силе любому человеку. Достаточно подходящие эти, иметь подходящие подвои. Так? Давай сейчас немножко пройдемся. Ну, как? Так, как я бы хотел. Хорошо. Итак, тебя приглашают на международную конференцию, как меня. Тебя на середине доклада выключает этот микрофон. Мол, ходят тут, всякую несут, извини за выражение, неправду или как там. А, викторативная гибридизация – это лженаука. Это у каждого ученого в мозгах впечатано. Викторативная гибридизация – это уже наука. Если это статистически обосновать, математически доказать, будут цифры, любой поверит, любой научный деятель поверит. А ты за это время с голоду помрешь. Ну, это другое. Это, к сожалению, другое. Ты хочешь стать подвижником? Хочешь быть правым – делай. А я не подвижница, что ли? Нет, ты еще только в начале пути. Дело в том, что впереди, знаешь что? Впереди тяжелая жизнь будет. Например, не признали? Пойдем посмотреть, с чем ты будешь заниматься. Это должна быть копия этого питомника. Смысл его заключается в том, что это кочующий питомник. Вот понравилась яблонка, осталась навсегда. Так нет? Навсегда, навсегда, навсегда. Вот. Но Сергей, к сожалению, надеюсь, у тебя больше земли будет. Вот ему Шушенская отказала отдать землю. Недавно? Нет, почему? Лет пять назад. Мы после этого два миллиона ухлопали, расширяясь. Своих личных денег. Хотя работаем на Россию. Итак, копия этого питомника. Значит, я тебя сразу, учитывая, что ты мужественно на жаре, сегодня 35, мужественно на жаре мне сопутствуешь, так? Я тебе дарю тысячу косты к манджурского абрикоса. Вот. И когда ты ее получишь, пойдем сюда. Сортификация, естественно. Ну, не я ее придумал, но мой вариант. Мои сроки. Моя влажность. И тогда что у тебя получится? Получится следующее. Смотри, сколько абрикос. Сюда. Сюда. Ой, мы прошли вот тот участок. Вот он. Смотри туда. К дому. Видишь. О, видишь. Часть привита, часть нет. Сюда. Вот. Угадай, почему здесь они не растут? Я точно еще не знаю. Но если возьму рамки, вот здесь окажется геопатогенная зона. Ну, наверное. Ну, вот что ради? Вот смотри, как они ра... А это все в один год. Вот это в один год. Это, 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 это. И вдруг, смотри. Это геопатогенная зона. Ее по-хорошему надо уже огораживать, как по этим... Как этим, с пограничными столбами. Но сегодня это не тема наша. При прочих равных условиях, там, где не растет ничего... Смотри тут. Почему такие малыши? Можи сеяли или тоже сами? Нет. Я еще раз говорю. Почва, почва рознь. И геопатогенная зона, она и есть геопатогенная зона. Гляди сюда. Чем дальше идем, тем лучше. То есть, похоже... Вот смотри, тут, тут. Похоже, вот это место есть далеко. Но это надо подтверждать рамками. Может быть, сюда не допалили, там, шланг не дотянулся. И так бывает. То есть, причина может быть банальная. Вот. Идем дальше. Причина? Лещина. Фактически одичавший фундук. Какой-то урожайчик будет. Так, идем дальше. Итак, если у тебя все получится, у тебя будет примерно вот здесь тысяча штук. Ну, может, пятьсот. Вот с этого питомника начнется твое это. Смотри дальше. Сейчас мы пойдем в тень. Я тебе расскажу, почему я расхедрился и что я от тебя хочу. Я обиделся на вашу красноярскую фирму. Красноярскую. Ну, как называется? Флора. Как? Флора. Флора. Есть такая. Есть такая. Да. А теперь представь себе. Это флора. Берет. Делает рекламу. Так. Тут тени нет. Пойдем назад. Ага. По пути поговорим. Вот. По пути. Значит, размещают рекламу. Я протер глаза. Моя фотография. Кого? Манджурского абрикоса. Я эту фотографию делал в присутствии Дускобилова, кстати. Вот. Фотография сделана 17 лет назад. Того самого патриарха. Так. Написано. Абрикос манджурский. Все почистим. 300 рублей. А я подумал. Откуда у них этот мог взяться эти саженцы? Потом, когда я возмутился, возбудился, рассказал на одном из своих фильмов, пришел ответ. Была привезена большая партия из Молдавии. Почему из Молдавии? А откуда им взять-то манджурский абрикос? А что, не знаешь, что вы есть? А как вы есть? У меня косточка 25 рублей стоит. Ага. На хрен им надо? А они по 300 рублей продавали готовые саженцы. Им еще вырастить надо. У тебя, я тебе тысячу костик дарю, я тебе подучу. Вот. Допустим, у тебя взойдет 900. Для чего я это говорю? Это будет первый шаг к коммерции, мы опять мимо проходим. Наследник патриарха. Вот он, с 20 ведрами. И так, идея такова. Первый этап, который, учитывая, что будет и научная работа, и будут конференции, и будут поездки по всей стране. Я надеюсь, за рубеж. Я хочу, чтобы несколько моих статей ты перевела. А там будет уже, когда ты переведешься на английский, на немецкий, там уже будут две фамилии. Согласна? Согласна. Потому что это... Надо стиль отработать. Ну, знаешь же. Вот. Тогда научный язык, он совершенно отличается от нашего народного. Совершенно не живой. Абсолютно. Но придется это... Как это называется? Ну, поняла. Наука обратная. И тогда идем дальше. Саму идею. Вот. Значит, параллельно, если выдвинуться, шанс есть. Это вот мои статьи, переведенные сперва на русский научный язык, а потом уже на английский. Так? И возможно, случится чудо. То есть, еще раз. Манджурские абрикосы, не только манджурские. Я еще поделюсь другими семенами. Тем более, свежий урожай скоро. И тогда можно будет существовать и ждать чуда. Итак, я от меня, ты, может, слышала, а, может, слышала из уст Мишустина, премьер-министра, что в стране со скрипом, сквозь зубновый, скрежет зубовный, признали молодого ученого, такого же, примерно, как ты, такого типа. Вот. Девять лет затворничества. Я не знаю, чем он ел, чем он пил. Вот. Может быть, воду с подкраны пил. Но через девять лет он набрался наглости. Я рассказывал эту историю? Или ты сама знаешь ее? Не знаю. Вот. Теперь будешь знать. Это очень важно лично для тебя. Почему? Открытия, которые совершены в этом саду, вот в этом саду, да? Вот видишь? Это уректативная гибридизация, это инициация. Я несколько терминов придумал. Вот. Это насыщение ментора по Мичурину. Это насыщение ментора по Железову. Это инфицирование по Железову. Вот любой термин подбирай. И у меня есть еще более серьезные догадки. Как они могут превратиться в теорию? Только если признают. Пока это гипотезы. Итак, ты попала, допустим, в точку. Что сделал Максим... Ох, уже фамилию начал забывать. Никитин. Девять лет затворничества. В нагло отправил этот самый авторитетный журнал. Научный. И только когда напечатали, наша отечественная наука узнала, что оказывается молекулы ДНК... Есть молекулы ДНК, но кто этого не знает. И как она устроена, все знают. А рядом возле нее болтались кусочки. Кусочки. Отдельные кусочки. И наука считала и назвала их, знаешь как? Мусором. Вот. А этому не понравилось. Никитин провел ряд лабораторных опытов. Вот совместно с нами бы, да? Это Нобелевская премия... А им и так... Нет, ее не дадут. Сейчас политика же. Ну ладно, больше. Это, знаете, хорошему ученому стыдно получить. Нет, нет, нет. Мне было бы не стыдно. Вот. И тебе, я уверен, было бы не стыдно. Нет, ты могла бы отказаться. Я уже госпремию получила. А госпремию, ладно. Это тоже. Это тоже. Но ты добейся того, чтобы тебе ее, это, дали, а потом отказывайся. Перельман тоже так сделал. Перельман, да. Ну а что срезать-то? У них гений, у них не все в голове в порядке. Так, идем сюда, сядем в тенишку. И я заканчиваю разговор. Долгий, но очень нужный. Итак. Значит, наши ученые, когда узнали, что кусочки ДНК, это не мусор, это время от времени они как бы присасываются, пристраиваются. Ну вот. Чего-то не пойдет. Чего-то такого. Вот, как пазлы. И тогда появляется новое качество у растений. Так? Да. Вот. Значит, в свое время вегетативную гибридизацию первым из суперученых призвал Чарльз Дарвин. Он, представляешь, тем не менее политическая борьба в Советском Союзе. А тогда Мичурин и Лысенко были лидерами не мирового уровня, но как бы противостоящие мировому уровню. Помнишь в печати? Весманист, Морганист. И пошел-поехал. И тогда, значит, учитывая, что ах ты, сволочь, негодяй, ах ты, этот, Лысенко, тогда сказали заодно. А они же через тире печатались. Первая была фамилия Мичурина, вторая Лысенко, президент Академии наук. Но оппоненты были очень сильные. В то время не боялись, что посадят, что расстреляют. Не боялись. Стенка на стенку. Прошло сто лет, да? Теперь говоришь, ведь это тем, что существует доказательство, море, мы сейчас ходили, да? Я еще попутно, знаешь, уже от злости, я еще и химеризм возвращаю в науку. Прямо в смысле. Доказательство есть, есть. И так у тебя два пути. Продолжать эту линию, но можно остаться без хлеба. Тогда питомник. Я помогу, чтобы у тебя под Костяшкой был питомник не хуже этого. Так. Вот чему я клоню. И пусть об этом все слышат. Мишустин вдруг, кто-то ему сказал, что он, это... А, идеи Никитина понравились. Доказательные. Но раскрутили его не ученые. Они не пошли его на щит подняли, понесли. Ура, у нас свой день. Нет. Журналисты. Деваться некуда, Мишустин поддержал. Сам премьер Мир. И теперь деваться некуда. Наш Никитин только ездит по симпозиуму. Чего я тебе желаю. Но после публикации крупнейших... Я подготовлю несколько статей. Вот. Не потеряю на это время. Вот. Самое ценное, что у меня есть. Потому что они фактически уже были опубликованы и уже забыты. Почему? Потому что у садоводов все меньше. В ученой среде абрикосоводов нет. Они говорят, абрикосы на стороне расти не могут. Откуда специалисты? Вот. Те, которые... Все, что мы видим, это картинки. Единственное, слава богу, что существует интернет. У меня украли несколько сотен этих самых изданий, сайтов, интернет-магазинов. Эти, как они еще называются, эти каналов. Несколько сотен фотографий. То есть, допустим, 50 украли фотографии. Тут знаменитую академика. 30 серафима, 40 этого самого Амура, 70, допустим, этого же самого Манжурца. Вот ваша фирма присвоила. Да, флора Сибири называется. И сейчас там наверняка, в Красноярске, она продала. Маленькими парциями их не завозят. Где Молдавия. Значит, привезли, допустим, 5 тысяч штук, 10 тысяч штук. Я уверен, сейчас ни одного нет. То есть, все деньги были выброшены людьми, подарены. Мошенникам. Фотография-то моя. Вот. И, так как сейчас специалистов в стране практически не осталось, мы начинаем КВН. Для чего? Чтоб не осталось никого. Вот. И так, значит, Латинков умер. Боднар умер. Вот. Байкалов умер. Бородский умер. Вот. Левицкий умер. Ой. Сошников умер. Еще несколько человек отошло от дел, только потому, что и даже садоводство не смогло их прокормить. Вот чем беда. Или это глубокие пенсионеры, неспособные уже. Вот, поэтому вся надежда на твой... Прорваться можно разом. Если опубликовать иностранных газет, и журналах... А, знаешь, что ты сейчас скажешь? Сказать, какой ты сейчас скажешь это? Ложка дегтя. Ты скажешь, сейчас заставляет платить за публикацию. Ну, это да, это дорого стоит. Ну, тогда все? Почему все? А где мы возьмем 100 тысяч, 200, 300? Ну, это не дорого, на самом деле. 100, 200 тысяч, это не дорого. Поэтому делают коллектив авторов. Да, вот я и хочу сказать. Сбранчиваются 3-4 человека, получают эту самую публикацию. Давай так, один умный, это ты. Второй богатый, денежный. Команда готова. Согласен. Я уже сто раз говорил. Я говорил всем ученым, вслух, громко. Мои публикации раньше читали все. И по откликам судя. Включая академиков. Откуда же потом слава пошла, железо проходилось. Потому что это... Ну, я понял, что опоздал, но надо было сразу сказать. Берите меня, я вас беру, или как? Берите меня в соавторы. Лишь бы только... Ведь это все имеет огромное значение. Вот. Сейчас один из моих лучших друзей, это уже 20-й или 30-й случай. Это ужас. Константинович не хотел говорить. Через несколько дней умрет моя жена от онкологии. Я не буду его фамилию называть. Он из тех, кто светится рядом со мной. Ну, на этих же. Вот. Я так уже, я так растерян. Давай хоть костики вышли, подкорми этими костиками брикосов. Поздно. Понимаешь? И тогда я еще подумал. Представим себе, в каждом саду есть абрикосы. В каждом. И люди есть соки, компоты, варенье, сухофрукты, пастила, как ты специалист, да? Вот. Круглый год. Замороженные. Ой, замороженные. Такая прелесть. Мы вот достаем сейчас, прям едим. Сейчас привезла два ведра. Мы за неделю съели ведро вдвоем. Ой. И тогда что получается? Если бы это было в каждом саду, а они упираются, они учат убивать деревья. В прямом смысле. Жесточайшие. Эти волчки нельзя. Ниже скелетки на ветке отрезаны. Кто будет кормить корни, если ниже скелетки? Ну, скажи ты мне, ученый человек. Я не обрезаю. В моем саду они такие. А я заметил. Первую фотографию прислала. Крустовые. Ни одной ветки не отрезаны. Так, пошла последняя минута. Вот. Итак, или ты ведущая российского канала, но без рекламы этих же ядов. В этом саду ядов нет. Ты видела у меня хоть каплю яда? Вот. Перекраситься можешь? Запросто. Дальше. На крайний случай. На крайний случай только санитарная обрезка, которая весной уже, после полного распуска листьев. Все. Все. И обрезка только ради заготовки черенков. Во. Все. Калечим деревья. Вот что есть, то есть. Все, заканчивается. Пошла, осталось 15 секунд. Ну, помаши рукой, что ли. Всего доброго. Спасибо большое за внимание.